Начнем выпуск с важного решения в правительстве Тверской области. 1 декабря на очередном заседании названы важные инвестиционные инфраструктурные проекты Верхней Волжья. Поддержка такого рода проектов является одной из основных задач в любое время и в текущих условиях. Особенно актуально. Они имеют ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета, уверен губернатор Игорь Руденя. В общем перечне 39 проектов, в том числе один федеральный. Это строительство третьего этапа скоростной трассы М11 Нева Северного обхода Твери. Подробности у нашего корреспондента. Среди крупных инвестиционных проектов развитие курортного кластера в Завидове. Создание туристического кластера «Русские озера» в Осташковском и Балаговском муниципалитетах. Ряд проектов связан с развитием сельского хозяйства. Новые инвестпроекты будут реализованы в Кашинском городском округе, Бежинском и Конаковском муниципалитетах. В промышленной сфере внимание уделят строительству второй очереди в Зубцовском районе камнеобрабатывающего завода. А в Кимрах продолжается создание инновационного промышленного парка «Савеловский». Прежде всего, это проекты, которые создают нам новые рабочие места, развивают региональную экономику. Существенный вклад вносит в развитие валового регионального продукта, формирование и, конечно, формирование нашего областного бюджета. Кроме того, есть один из критериев – это инвестиции более 1 миллиарда рублей. Это новые и уже действующие развития высокотехнологичного производства. Ну, конечно, самое главное – это, конечно, новые рабочие места. Кроме этого, в перечень включены проекты по комплексному развитию территорий. Создание зоны деловой активности, Морозовский городок, проект «Тверь-экспо», строительство жилых комплексов в областной столице. В числе приоритетных также проекты в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. Это очень серьезные проекты, это серьезные инвестиции. И данные проекты находятся на контроле в правительстве региона, в Министерстве экономического развития, главы муниципальных образований эти проекты лично контролируют. И, конечно, важно, чтобы работа с ними шла в режиме так называемого «одного окна». На заседании рассмотрен вопрос упрощения процедуры получения статуса приоритетного инвестиционного проекта. Он означает, что компания может претендовать на особые меры поддержки со стороны властей субъекта. Это прежде всего серьезные льготы при налогообложении. Сейчас такой статус в Тверской области получили 12 инвестпроектов.